То вот домовладение, как мы это решили именовать, то есть часть дома и участок, или целый дом и участок. Вот домовладение здесь 12. Дальше у нас идёт два многоквартирных дома. А ещё три гаража и проходная хлебозавода. Земельный начальник из мэрии Абакана показала весь перечень того, что мешает строительству виадука Памира. Правую часть путепровода мэрия трогать не будет, она останется как есть. Всё строительство развернётся с левой стороны. Причём строители убирать существующий путепровод не будут. Они просто пристроят здесь ещё несколько полос для движения. В зону стройки попадает 18 объектов. Дома, участки и гаражи администрация выкупит. Большую часть в этом году, если люди согласятся на цену мэрии и не пойдут в суды за добавкой. Цена варьируется от 600 тысяч за сотку, ну или 6 тысяч за квадратный метр земельного участка с учётом уже домовладения. То есть почему я говорю варьируется, потому что мы говорим об общей цене всего домовладения, то есть и земельный участок и дом. А если земля примерно всё равно в одной цене, то дома тоже могут быть различные. Если дом больше и лучше, то цена за сотку будет выше. Но стартовую стоимость городская власть озвучила. Участок в 6 соток со средним домом будет стоить примерно 3,5 миллиона. Ну в 14-м году нас уведомили, что будут сносить, оценили нас. Какая сумма тогда была? Тогда была сумма 4,5. За всё, за всё? За всё, за всё. Земля, строение, дом, ну в общем всё, что есть, хоть постройки, всё, всё, всё. Валентина стесняется говорить на камеру, вопрос щепетильный. Она одна из тех, кому посчастливилось жить на месте будущей стройки. Ну или наоборот, не повезло. Вопрос цены. Сколько мэрия даст и получится ли высудить больше? Когда администрация расширяла улицу Кирова, люди судились. Результаты разные. Бывало и так, что после суда собственники домов получали меньше, чем чиновники предлагали вначале. Одна дама обещала подорвать себя газовым баллоном. Сейчас только кто первый, хоть в дверь, ладмит, цена, цепичку бросаем и сидела. В этот раз мэрия начнёт стройку, не дожидаясь выкупа всей земли. Свободных участков достаточно, чтобы загнать технику. Сроков окончания специалисты администрации пока назвать не могут. Всё зависит от финансирования. Александр Тимофеев, Андрей Доржу. Новости. Седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok